Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Что такое настоящая любовь, спрашивает пользователь Светлана. Вот, добавляя при этом зачем-то знак восклицания и знак вопрос. Исходя из этого, я предполагаю, что в личной жизни у Светланы не все в порядке. И возможно она переживает сейчас с талантым, любимым человеком. И хочет понять, а что это такое настоящая любовь. На самом деле, если вы действительно переживаете сейчас расставание с любимым человеком. Вот, на самом деле, если переживает расставание с ним, то вряд ли вам поможет ответ на вопрос о том, что такое настоящая любовь. Потому что больно, вам будет странно, именно больно. Потому что расставание с любимым человеком, это всегда травма. К сожалению. И ее нужно прожить. И когда вы ее проживете, вы увидите для себя ответ на ваш вопрос. Но, на мой взгляд, настоящая любовь, это та любовь, когда такое чувство... Когда первое, я заинтересован в развитии человека, заинтересован в его развитии, чтобы он развивался, чтобы он двигался куда-то. То есть заинтересован в том, чтобы человек не стоял на месте. И второе, это безусловное принятие партнера без ущерба для себя. То есть, если я могу принять человека... Таким образом, принять человека так, чтобы при этом не чувствовать ущерба для себя. Вот. То можно сказать, что есть чувство любви. Во всех остальных случаях, пожалуй, можно усомниться в том, что любовь существует. Вот. Ну, это может быть страсть, само собой. Это может быть привязанность, само собой. Это может быть некий... Это может быть некий невротизм. В отношениях может быть такое. Вот. Вне всякого сомнения. Это может быть. Ну, вряд ли это... Любовь. На этом всё. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь с Пумой, но ответ будет позволить вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Ух ты, раз. На этом все. Это может быть маленький. Ах, да. Продолжение следует...